Всем привет! Это Леонид Волков и я рад вас снова приветствовать на моем YouTube-канале. Здесь мы ведем серьезный разговор про политику, и я отвечаю на те вопросы, которые вы часто задаете в комментариях в социальных сетях. Прошу вас, устраивайтесь поудобнее, настраивайтесь на серьезный разговор, не забывайте поставить лайк этому видео, можно сейчас, авансом, а можно в конце, если оно вам понравится. Поговорить я хочу вот о чем, о вопросе, который действительно очень часто звучит и который формулируется примерно так. Так какой же на самом деле у Путина рейтинг? Или так какой же на самом деле процент голосов Путин получил? Перед тем, как отвечать на вопрос, мы математики знаем. Надо проверить вообще, существует ли на него ответ и имеет ли смысл постановка этого вопроса. И в данном случае как раз дьявол в нюансах и в деталях. А что такое рейтинг политика? А что такое реальный процент голосов? Рейтинг политика это количество, доля избирателей, которые готовы были бы на него проголосовать на честных конкурентных выборах. Но честных и конкурентных выборов Россия не видела уже десятилетия. Мы не можем себе представить и мы не можем даже смоделировать никакими социологическими методами, как выглядели бы потенциально честные выборы в России. Мы уж и забыли, что это такое. Но представьте себе, выборы продолжаются один день, а не три. Две ночи бюллетени не лежат, черт знает где, без всякого контроля. Бюджетников не гонят на выборы по спискам, их начальники, которые заставляют отчитаться о правильном голосовании и делают вид или на самом деле контролируют, как именно подчиненный проголосовал. Нет электронного голосования, черного ящика, который способен выдать на гора любые желаемые цифры. Кандидаты имеют одинаковый доступ к радио и телеэфирам, к средствам массовой информации. Все кандидаты участвуют в предвыборных дебатах, спорят друг с другом, представляют свои избирательные программы и конкурируют на уровне идей. Любой желающий кандидат, пользующийся серьезной поддержкой избирателей, регистрируется, попадает в бюллетень и имеет никак не ограниченные возможности вести кампанию, а административный ресурс не мешает и не помогает ни одному из кандидатов. Все это совершенно банальные вещи, но мы этого не видели на российских выборах уже 25 лет. Каким был бы результат Путина, если бы, скажем, был бы жив Алексей Навальный, он был бы в бюллетене, он вел бы избирательную кампанию, встречался с избирателями по всей стране и имел бы неограниченный доступ к средствам массовой информации. Плюс честное наблюдение, плюс честный подсчет голосов, плюс однодневное голосование без всяких шуточек типа Дега. Мы не знаем и никогда уже не узнаем, но точно знаем, что власть не хочет это проверять. Они проверили один раз в 2013 году, допустив Навального до выборов, когда у Собянина был рейтинг 75%, а у Навального 3%, не дав ему возможности свободно агитировать, не выходя с ними на дебаты, не давая эфирного времени. И все же в тех условиях, когда тем не менее подсчет голосов был более или менее корректным, когда Навальному более или менее не препятствовали вести избирательную кампанию, и когда все-таки была возможность реально агитировать людей, Навальный за очень короткие сроки вырос с 3% до 30% и тем самым на самом деле вынудил бы второй тур выборов. После этого эксперимента власть уже на подобные эксперименты никогда не шла. Они решили с честными выборами лучше не шутить. У Путина вообще, как вы помните, это родовая травма, потому что единственные честные выборы, в которых он участвовал, он проиграл. В 1996 году Владимир Путин был начальником штаба мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, на выборах, на которые Собчак шел как действующий мэр, полностью уверенный в своей победе и неожиданно проиграл своему заместителю Владимиру Яковлеву. Путин как начальник штаба не справился и запомнил на всю жизнь. Честные и конкурентные выборы это такая фигня не для меня, потому что там и проиграть можно. Так вот, разговор о честном результате, о реальном рейтинге, о реальном уровне поддержки политика может существовать только в контексте честных и конкурентных выборов. А вне его это разговор о каких-то сферических конях в вакууме. Обычно, когда говорят о настоящем проценте голосов за Путина, имеют в виду участки с честным подсчетом. Поэтому, безусловно, и на этих выборах, при всей их фейковости, было некоторое небольшое количество участков, где подсчет бюллетеней проводился в соответствии с тем, что на этих бюллетенях на самом деле было написано. То есть, никто не клал испорченный бюллетень в стопочку Путин и не засчитывал его в голоса за Путина. Можно ли ориентироваться на данные этих участков, где Путин получил 67-70% голосов и говорить, ну смотрите, несмотря ни на что, ведь за Путина все равно были две трети избирателей. Нет, конечно нельзя. Путая честные выборы и честный подсчет голосов, мы совершаем огромную методическую ошибку, которую ни в коем случае нельзя совершать. Это разные вещи. Посчитать то, что лежит в урне и отразить это в итоговом протоколе, это не полдела и даже не одна десятое дело. Важнее, как воля избирателей трансформировалась в те бюллетени, которые оказались в урне. Какая часть избирателей голосовала под административным принуждением? Что, опять же, происходило с бюллетенями в две ночи с пятницы на субботу и суббота на воскресенье, когда никакого контроля за ними не было? Да за ними и днем не было контроля, потому что никаких независимых наблюдателей не было на 89 тысячах российских избирательных участков за очень малым наблюдением. Несколько сот избирателей на всю огромную страну, это даже не капля в море. Поэтому, когда мы достаем из какой-то урны бюллетеня, оформляем протоколы, в этом протоколе видим 67% за Путина, а не 87, это еще не значит, что за Путина на самом деле две трети российских избирателей. Кто-то действительно за него, кто-то по принуждению, кто-то не интересующийся политикой из-за того, что никакой избирательной кампании не было и три оставшихся номинальных кандидата делали все возможное, чтобы за них не проголосовали. Пришел на выборы, увидел в бюллетене только одну знакомую фамилию и более или менее автоматически поставил крестик в соответствующей графе. Эти данные также не позволяют делать нам никаких умозаключений и никаких логических выводов о том, каким оказался бы электоральный результат Путина, если бы Путин участвовал бы в конкурентных выборах. Он в них никогда не участвовал, поэтому про его рейтинг мы не знаем практически ничего. Разумеется, инструменты для измерения рейтинга у нас есть. В России по-прежнему можно проводить социологические исследования, очень аккуратно, не задавая вопросы в лоб, пользуясь всякими хитрыми техниками, типа списочных экспериментов. Про один такой эксперимент я рассказывал в одном из предыдущих видео. Просто надо очень четко понимать, что ни сами выборы давно уже, ни статистический анализ результатов выборов с недавних пор не являются валидным математическим, научным, статистическим инструментом для определения воли избирателей. Воля избирателей живет где-то на одной планете, а цифры Эллы Памфиловой и электоральные процедуры путинского цифра живут на какой-то совершенно другой планете, в другом мире. Поэтому, отвечая на вопрос так, как он был задан, мы не знаем, сколько Путин набрал бы на честных выборах, но боится он их так сильно, что, видимо, не очень много. Мы не знаем, какой настоящий процент российских избирателей проголосовал за Путина. Из тех избирателей, которые сочли осмысленным прийти на участки, на так называемых выборах, где Путину противостояли три абсолютно омерзительных статиста, зигующих не меньше, чем сам Путин, никому неизвестных и не вызывающих никакого желания за них голосовать, вот на этой процедуре, видимо, примерно две трети бюллетеней были помечены крестником в графе Путин. Поэтому, что о предпочтениях избирателей не говорит практически ничего. И уж никакой стабильной электоральной базы для путинских новых войн и свершений не дает. Поэтому, не давайте этим нарисованным результатам себя расстраивать. Ну и вообще, мы-то с вами ведь и говорили о том, что так оно и будет. Так и получилось. Кто не очаровывается ложными надеждами, тому и разочаровываться не приходится. Наверное, сложнее сейчас тем, кто погрузил себя в фантазийный мир, где кандидат Дованков, не разгибая высоко вскинутые зиги, бежит воевать со своими сторонниками, призывает их на баррикады, чтобы отстоять второй тур, в который он должен был выходить, если бы не страшная фальсификация. Кто придумал совершенно безумную легенду о том, что Дованков якобы является антивоенным кандидатом, что это вообще чуть ли не наша Светлана Тихановская. Тихановская воевала, боролась за результаты выборов. Она вела настоящую кампанию, она действительно выгрызала у Лукашенко эти проценты. И поэтому люди за ней шли. За лизоблюдами, которых специально подобрали, чтобы изображать для Путина спарринг-партнеров, никто не шел и не пойдет. И у тех, кто не дал себе поверить в эту ерунду, у них никакого разочарования нет. Работаем дальше. Есть россияне, которые за Путина. Есть россияне, которые против Путина. Их десятки миллионов. Есть большая масса тех, кто застрял посередине. Тех, кто ставит галочку, Путин по привычке. Тех, кто ходит на выборы по привычке. Или тех, кто на выборы не ходит. Тех, кто ничего не ждет от политики и от политиков. Кто разверился, кого гораздо больше волнует война, нищета, проблемы в здравоохранении. Реальные проблемы, которые никуда не делись. Многих из этих людей ждет разочарование, когда Путин после выборов начнет повышать налоги, объявлять новую мобилизацию, принимать непопулярные законы. А они-то надеялись, что проголосовав за Путина, они дождутся какого-то улучшения своей жизни. Вот с этими людьми и надо работать, ловить их, агитировать, объяснять им, открывать глаза. Это неблагодарная работа, которая требует кучи времени и терпения. Но другого пути у нас нет. И мы этим путем пойдем, не рисуя розовых единорогов, а занимаясь практической политической работой по подрыву рейтинга Путина и его электоральной базы. Столько, сколько понадобится. Пойдемте вместе, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До встречи в новых выпусках этой передачи. Пока!